Продолжение следует... По 17-й статье исчисления... Господин полковник, строевую проходите же? Так точно. Погромче голос металл прибавьте и к микрофону ближе. Вопрос стоит по статье 17, исчисления выслуги лет. По данному вопросу я хочу ответить, что сотрудники фельдегерской службы совершают маршруты по всем транспортным средствам, в том числе авиамаршруты. К примеру, есть такой маршрут Нур-Султан-Уральск-Атрау, где сотрудник вылетает в эти города и возвращается обратно. То есть он проводит в сутки более 4 часов в полете, что связано с нагрузкой психологической, а также с нагрузкой здоровья. Поэтому, как и в странах СНГ, предусмотренных таких, как Россия, мы просим начислять льготные исчисления выслуги лет сотрудникам фельдегерской службы. Вот вопрос в денежном отношении, вопрос был одобрен республиканц-бюджетной комиссией и на три года составляет 3 миллиона 125 тысяч тенге. У меня все. Тимур Хамович, пример может быть не совсем удачный. Я вот смотрю, депутаты с Уральска немножко напряглись. Что вам не нравится в маршруте авиационном Нур-Султан-Уральск? Арбамин-Марадск-Канжук-Кой? Нормальный? Боинг? Аэрбас? У вас весь вопрос в другом. Я так понял, депутат смогу спрашивать, вот этим законопроектом у сотрудников правоохранительных органов нет таких гарантий, как у фельдсвейберской связи. С чем это связано? Наверное, все-таки сама суть этой службы. Так же, господин министр? Вообще исторически, мировая практика. Две категории людей, которые занимаются доставкой почты. Это депкурьеры и фельдегерская связь. Это то, что называется, сейчас Ирланд Замомбекш сказал, они до последнего стоят и не уходят с поста, пока не доставят. Мы знаем в истории международной истории, когда и жизни лишали их, нападения были различные. Поэтому вот, это специфика службы, Тимур Хамедович, ваша такая. Так точно. А не то, что там вы на самолете, вам сложно долететь.